Крымский блокаут может грозить Украине взысканиями в случае, если приведет к гибели людей на полуострове, заявляют правозащитники. Энергетическая блокада полуострова продолжается вторую неделю из-за подрыва неизвестным электроопор в Херсонской области. Все это время Крым живет в условиях чрезвычайной ситуации. Украинские же власти пока не сделали ничего, чтобы ситуацию исправить. Как уверяют правозащитник Виссарион Асеев, именно поэтому, согласно практике международных судов, они несут ответственность за происходящее на полуострове наравне с Россией как оккупантом. Подрыв стратегических коммуникаций – это преступление, это безусловно. То, что это преступление не расследуется, это во-первых. То, что поставки электроэнергии не возобновляются, это во-вторых. Украина будет нести ответственность однозначно, если в связи с отсутствием электроэнергии с кем-либо что-либо там случится. Под особой угрозой в Крыму находятся пациенты больниц, отмечают в Крымской правозащитной группе. В большинстве больничных учреждений за счет генераторов обеспечиваются только операционные и реанимационные отделения. В остальные электричество подается по графикам, что ставит под угрозу жизни крымчан, считают правозащитники. Мы обращаем внимание на положение людей, пациентов, которые зависят от определенных медицинских аппаратов. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких, так называемые аппараты искусственного дыхания, и аппараты для так называемые инкубаторы для детей. Это новорожденные детки, которые, если имеют определенные сложности со здоровьем, при рождении не помещаются в специальные инкубаторы, которые постоянно зависят от электричества. Это, конечно, особые категории пациентов, которые требуют постоянного электричества и находятся в серьезной группе риска на сегодняшний день. О равной ответственности Украины и России за ситуацию в Крыму в условиях блок-аута говорит и руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров. По его словам, в случае судебных разбирательств на Украину может лечь часть правовой ответственности за ситуацию в Крыму. Сейчас же она несет полную политическую ответственность за происходящее. Всегда возможно проводить гражданские акции без нарушений прав человека, если подходить к этому с умом и не допускать действий противоправных. У блокады есть очень много недостатков, которые, я бы сказал, полностью нивелируют все достоинства и идеи данной акции. Правозащитники считают, что Украина полностью несет ответственность за массовые нарушения прав человека участниками гражданской блокады Крыма. За время проведения акции на админгранице были зафиксированы многочисленные незаконные досмотры частных автомобилей, изъятие личных вещей граждан и препятствование их свободному передвижению, а также нарушение прав журналистов. Сами участники акции об этих фактах говорят так. Да, есть небольшие погрешности, но вы меня извините. Мне знаете, что поражает? Вот мы видим большие ошибки, которые допускаются, коррупция и все остальное. А вот это по сравнению с этим мелочь. Я не говорю, что можно нарушать права кого-то бы ни было. Нельзя этого делать. Но, увы, бывает и такое. Не без этого. Пусть государство сделает все это нормально, как должно быть гарантом. И не будет тех ошибок, о которых вы говорите. Глава адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров с такими аргументами не согласен. И уверен, что украинские власти обязаны вмешаться в ситуацию и начать выполнять свои функции. В западной политике однозначно отрицательно высказываются о блокаде. И она не идет на пользу международному имиджу Украины. Украина показывает себя как слабое государство. Оно не приняло ни одного законодательного акта на этот счет. Оно не проводит эффективное расследование. Какие-то ремонтные работы ведутся или не ведутся, непонятно. Поэтому Украина в этом смысле может быть точно будет обвиняться в политическом плане. И частичную ответственность может нести и в правовом. Деятельность активистов гражданской блокады Крыма, которые не смогли добиться озвученных ранее цели, может пригодиться в законодательном поле, говорят правозащитники. В Хельсинском союзе по правам человека уже к концу года обещают представить пакет законопроектов относительно взаимодействия Украины с оккупированным Крымом. В организации отмечают, гражданская активность понадобится для лоббирования реализации этих законодательных инициатив в органах власти.